В финале высшей лиги чемпионата Украины по регби 7 победу одержала команда Одесской юрокадемии Наутилус. Второй финальный тур прошел на стадионе Спартак. За медали боролись команды из семи городов. Подробности в нашем сюжете. Джекпот, счастливые семерки. Символично, что в финальном этапе чемпионата страны по олимпийскому виду регби, где на поле в составе одной из команд играет 7 человек, сошли 7 клубов из 7 городов. Представлены ровно Тернополь, Ивано-Франковск, Киев-Львов и сборная Донецкой области. Приятно, что золотые медали впервые за долгие годы достались одесситам, коллективу, состоящему из студентов и преподавателей Одесской юрокадемии, команде Наутилус. Эмоции зашкаливает, эйфория. Ребята все довольны. Мы к этому стремились. Очень приятно, что на нас обратили внимание. И в общем и в целом все благодаря общим стараниям. Не только команда, а в целом вся команда, то есть все и студенты университета, и преподаватели, и руководство. Это общая победа. Наша команда, команда Национального университета Одесской юридической академии, она сформирована из всех областей Украины. Вот я посмотрел студенты 2-го, 3-го, 4-го курса. Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Херсон, Кировоград. Они сегодня достойно представляют Одессу. И они сегодня стали победителями. Рыгбисты Наутилуса одержали две победы в подгруппе и выиграли в полуфинале у львовян. В финале одесские игроки сошлись с киевлянами. Все очень рады, все очень рады, что мы победили. Мы долго к этому шли. Мы играли первый тур. Мы сегодня приехали сюда, нам помогли родные стены, что мы выиграли второй тур, финал. Большой вклад в успех команды внесли и болельщики, студенты Одесской юракадемии. Пришел поддержать наших однокурсников, одногруппников, которые вот уже два, скоро третий год как занимаются, упорствуют. Пока вот из трех игр, если не ошибаюсь, три победы. То есть есть результат. Очень даже хороший. Играют в высшей лиге. Поэтому я надеюсь, что это только начало большого, так сказать, успеха и пути. Залогом успеха стали условия тренировочного процесса. За весомый вклад в развитие студенческого спорта глава Федерации регби Украины вручил Сергею Кивалову благодарность. Мы вручили сегодня от Федерации регби Украины подяку президенту Национальной юридической академии Сергею Кивалову за его огромнейший вклад в развитие не только регби, а и вообще студенческого спорта. Поскольку мы сегодня можем увидеть уникальную, прекрасную спортивную базу, которая построена академией, на которой имеют возможность тренироваться студенты и одесситы. И сегодня, к сожалению, многие города лишены такой возможности. А не имея хороших спортивных объектов, мы не можем говорить о серьезных спортивных результатах. Регби всегда был студенческим, университетским видом спорта. Это действительно его истории в Англии. В Англии очень любят шутить на эту тему, что футболисты – это более, ну скажем, игра для паструльдинов, а вот регби всегда считался университетским видом спорта. И, наверное, очень символично, что и у нас в Одессе здесь хорошая команда, которую поддерживают руководство юридической академии университета. Призеры чемпионата были отмечены грамотами и медалями. А команда-победитель получила от президента вуза подарки – новые рюкзаки и спортивную форму. Мы очень давно хотели новый комплект формы, и сегодня нам подарили его, и мы очень рады. И он нам очень понравился, как раз, как мы и хотели. Мы духом встретились с каждой командой, мы почувствовали весь колорит регби. И если бы не каждый из нас, не работа каждого, то мы бы, наверное, не выиграли. Команда «Наутил» в следующем сезоне примет участие в мужской суперлиге чемпионата Украины. Также Федерация регби Украины планирует провести в Одессе чемпионат Европы по регби среди женщин. Дмитрий Богомолов, Роман Клеин, Юлия Пального, телеканал «Репортер».